Начало положено. Первая тренировка воспитанников детской спортивной школы номер 8 прошла в новом бассейне Куйбышевского района. В спортивной школе четыре отделения. Плавание, подводного спорта, синхронного плавания и спорта для лиц с поражением опорно-двигательной системы. Раньше у спортсменов не было своей тренировочной базы. Все это время приходилось заниматься в арендованных помещениях. Теперь в их распоряжении современный спортивный комплекс. Мы очень рады, что наконец-то в нашей школе исполнилась мечта многих поколений, спортсменов и тренеров, и в школе появился свой бассейн. Когда есть своя материально-техническая база, тренировки очень комфортные, и наконец-то могут появиться новые звезды не только самарского, а также российского спорта. Главный элемент бассейна – чаша с шестью плавательными дорожками. Также в здании разместились тренажерные и хореографические залы. По проекту заявлено 210 посадочных мест для зрителей, из которых часть предназначена для маломобильных граждан. О спортсменах с поражением опорно-двигательной системы тоже подумали. Бассейн состоит из шести дорожек 25 метров. Также у нас насчет еще с пускоподъемным устройством для инвалидов и соответствующие лестницы для слабовидящих. Спортсмены удобства занятий в новом бассейне уже оценили. Очень нравится. Все новое. Все нравится. Все отлично. Мне нравится. Он удобный. Не слишком узкий, не маленький. Удобно плавать. Тренировки у спортсменов проходят два раза в день ежедневно. По словам руководства спортивной школы, наличие собственного бассейна позволит провести новый набор спортсменов и увеличить число занимающихся плаванием. А они найдутся. В Куйбышевском районе проживает много молодых семей с детьми. Появление бассейна способствует достижению целей НАСПроекта «Демография». Среди ключевых задач – поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивация на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Виктория Шара и Константин Головин. События.